Это Порше Каен. Но это не просто какой-то Порше Каен. Вы можете взять Каен где-то за 75 тысяч, вот этот стоит скорее около полумиллиона долларов. Это потому, что это специально сконструированная операторская машина с краном, созданная для съемки фильмов и телерекламы. И сегодня я буду ее обозревать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крутую машину для автолюбителя современной эпохи. Выставляйте ее на аукцион вместе с Каен Битц. Вы найдете замечательную аудиторию. У нас потрясающий выбор крутых машин на Каен Битц. Я одолжил эту машину у Адвент Филмс. Это коммерческая видеопродакшн-компания, базирующаяся здесь, в Лос-Анджелесе. Адвент Филмс сняли многие рекламные ролики, которые вы видели в первую очередь. Рекламу автомобилей для марок как Феррари, Ламборгини, Макларен и многих других. Если вы ищете видеопродакшн-компанию для своей съемки с очень профессиональной съемочной группой, зацените Адвент Филмс по ссылке в описании внизу. И не забывайте, у них есть операторская машина. Итак, давайте поговорим о Каене, операторской машине. Он начал с существования, как и обычный, Порше Каен, а затем его переделали, добавив этот гигантский кран, который может поворачиваться во все стороны. И, конечно, на конце крана установлена камера. Его можно использовать при любых погодных условиях, и к нему прилагается много высокотехнологичных наворотов для съемок, которые я вам покажу. Он, правда, весьма впечатляющий. Да, он стоит полмиллиона долларов, или, по крайней мере, во столько бы он обошелся вам, если бы вы захотели построить такой самостоятельно. Такие тачки не дешевые. Они используются только лучшими кинокомпаниями, и сегодня я буду обозревать вот эту. Сперва я проведу для вас экскурсию по операторскому Каену, и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности операторского Каена, вероятно, самые главные фишки, которые замечаешь, подойдя к нему. Помимо гигантского крана на крыше, это будет его цвет. Эта машина полностью матовая, и это не просто для крутого вида, это имеет функциональное значение. Когда вы снимаете при помощи этой машины, блики от Каена не должны отражаться на объекте, который вы снимаете, и поэтому каждая поверхность была оклеена вот такой матовой пленкой, чтобы избавиться от бликов, кроме противотуманок, которые не особо бликуют и иногда бывают полезны. Но в остальном все полностью обклеено пленкой и имеет функциональное назначение. И эта оклейка матовой пленки зашла так далеко, что спереди даже были обклеены фары, как видите, чтобы избавиться от бликов. И то же самое задними фонарями на задке. Все полностью обклеено, чтобы не допустить появления бликов. Однако тогда проблемой становится то, что в этой машине нет рабочих фар. Нет задних фонарей, нет поворотников. Это значит, что если вы будете на ней ездить, то вам понадобится сопровождение полиции, чтобы куда-то на ней доехать. Иначе этим автомобилем будет далеко не безопасно пользоваться. Хорошие новости в том, что эти матовые элементы на фарах и задних фонарях можно снять, так что на этой машине все-таки можно ездить без полицейского сопровождения. Это возможно. Она в состоянии готовности к съемкам. Они на ней установлены, опять же, чтобы избавиться от бликов. Довольно безумно. Ну тогда у вас может возникнуть следующий вопрос. Почему это Каен? Если вы собираетесь установить гигантский кран на какую-то машину и использовать ее для съемок, и она не будет появляться в кадре, зачем приобретать дорогой люксовый кроссовер? Почему бы не взять что-то дешевое, если вы собираетесь его как бы испортить съемочным оборудованием? И ответ, этот Каен вообще-то тоже имеет функциональное назначение. Хотите верьте, хотите нет. Эта машина используется на съемках с экзотическими спортивными машинами. Вам нужно что-то, что может относительно быстро ехать, чтобы не отставать и ехать на равных, когда вы быстро едете по треку, снимая машины. Но в то же время вам может понадобиться выехать на бездорожье. Вот вы на треке снимаете, вы хотите снять машину на внутреннем радиусе. Но единственная вещь, внутри внутреннего радиуса находится за пределами трека, и поэтому может понадобиться выехать парой колес за трек. Вам нужно что-то, что будет стабильным и комфортным и готовым к таким условиям, когда вы так делаете. И опять же, на выручку приходит Каен. Заодно он может перевозить достаточно людей, а это важно. Он может перевозить шестерых, поскольку был модифицирован. И скоро я покажу вам, почему это имеет ключевое значение. Но давайте начнем говорить о кране, а именно о том, как он установлен на этот Каен. Как видите, он как бы привинчен к крыше этой машины. Конкретно этот Каен изначально был оснащен рейлингами, и Адвент Филмс сказали мне, что было важно найти Каен с рейлингами, потому что тогда там есть точки крепления, дающие возможность установить кран на крышу. Так что заводские рейлинги были сняты, и вместо них поставили вот это. И вы можете видеть, как он здесь установлен. Вся система весит всего лишь где-то 230 килограммов. То есть не то, чтобы она чрезменно тяжелая, или создает избыточную нагрузку на крышу этой машины. Она без проблем ее выдерживает, она для этого испроектирована, и, как видите, все прекрасно работает. Что касается системы из камеры экрана, она может вращаться на все 360 градусов, а это, очевидно, очень удобно для съемок. И зацените вот такую интересную вещь, этот провод вот здесь, по которому с камеры видеопоток передается на различное оборудование в машине. Но, как видите, он заканчивается, а потом начинается снова здесь внизу, и непосредственно уходит внутрь. Так почему же он заканчивается? Почему это не один непрерывный кабель, идущий от камеры до самого оборудования? Это потому, что они хотели, чтобы она могла вращаться и вращаться вокруг, сколько угодно, не беспокоясь, что кабель начнет перекручиваться. Так что, когда этот кабель заканчивается и начинается снова, кран может крутиться, крутиться и крутиться. И не нужно беспокоиться, сколько раз он прокрутился, начал ли кабель перекручиваться, об этом вообще не нужно думать. Еще одна интересная вещь в кране — высота. Он может подниматься на высоту до 5 метров, это здорово для съемки кадров с большой высоты, если это нужный ракурс. Другая крутая вещь — что еще он может опускаться? Фактически он может опускаться ниже уровня земли. Если нужно, допустим, если вы на мосту, можно расположить камеру так, что она как будто свисает с края, и она кажется ниже поверхности земли. Очень крутая функция этого бесконечно подвижного крана. Вся эта система также была спроектирована полностью водоустойчивой, какой она является. Это значит, что при помощи этой машины можно снимать в любую погоду. Не нужно беспокоиться о том, что что-то может повредиться или не работать, вы просто оборачиваете дорогую камеру чехлом, чтобы она не намокала, и по сути вы готовы, можно снимать под дождем, или под симуляцией дождя, если вам это нужно. Довольно круто. Но тогда вам, наверное, все еще интересно, зачем нужна стрела. Естественно, ее было невероятно дорого и трудно создать, зачем идти на все эти трудности? Почему бы просто не снимать через заднюю дверь машины, как мы уже привыкли видеть в Топ Гир? Оператор сидит в багажном отсеке, вот так они снимали, все отлично работает, почему бы не сделать так? Но существует действительно хорошая причина, и в первую очередь это время. Стрела может взять ракурс с левой стороны машины, а потом с правой стороны машина обгоняет. Стрела может переместиться и снимать с различных ракурсов все одновременно, и благодаря ей становится чрезвычайно легко брать нужные ракурсы. Если вы сидите сзади машины с камерой и хотите взять другой ракурс, вам придется остановить всю съемку, выйти, пересесть на передний ряд машины, все заново настроить, выставить фокус, все это сделать. Просто это намного труднее, и время может быть очень важным, когда вы занимаетесь съемками автомобильной рекламы, как Advent Films, потому что, как правило, когда вы снимаете рекламу, на дороге общего пользования полиция стоит с одной и с другой стороны места, где вы снимаете, и они могут задержать движение, допустим, на несколько минут за раз. Поэтому нужно снять как можно больше, перед тем, как полицейские свяжутся с вами по рации и скажет, ладно, нам нужно пустить движение, а потом вы ждете несколько минут, пока не появится возможность сделать это снова. У вас нет времени выставлять новые ракурсы и делать всякие разные вещи, поэтому стрела может оказаться чрезвычайно полезной. Далее другой важный момент в съемках при помощи этой машины, это стабилизация камеры. Как сделать так, чтобы свести к минимуму вибрации, вдобавок, чтобы она перемещалась туда, куда вы хотите, и не уникало никаких проблем. Здесь есть инструменты для электронной стабилизации, но еще есть вот этот старомодный на конце, как видите, там просто гантели, размещенные на конце, как противовес для камеры. Вам, наверное, любопытно, почему в этой дорогой, специально спроектированной операторской машине они повесили там сзади просто гантели. И это потому, что камера на другом конце, та вещь, которую они уравновешивают, может быть заменена. У вас может быть какая-то тяжелая камера, легкая камера, может понадобиться снять или добавить блины в качестве противовеса, и поэтому нужно что-то простое, что можно легко заменить, и вот поэтому они там. Но на этой машине есть всякое интересное оборудование. Прямо над камерой, где она установлена, вы можете заметить вот это. Это называется изолятор вибрации. И что он делает? Он изолирует вибрации. Вы едете на этой машине по дороге, она вибрирует, и если на камеру передается эта вибрация, кадр будет испорчен. Необходимо, чтобы она двигалась плавно, и данное приспособление стяжает вибрацию, которая передается на камеру. В нем есть вот эти маленькие резинки, и это очень интересно. Изолятор вибрации. Вибрации вряд ли вы такое часто используете на вашей работе. Но далее мы перемещаемся внутрь операторского Каена. Когда сюда садишься, первое, что замечаешь, что ты просто окружен огромным количеством всяких наворотов. Они здесь везде и повсюду. Экраны, и гарнитуры, и устройства, и провода. Это действительно через чур. Похоже на полицейскую машину со всеми наворотами, которые в них есть, хотя, честно говоря, тут еще больше всего. В этом Каене просто много всего происходит. Так, что же все это делает? Сейчас объясню. В этой машине могут ехать шесть человек. До шести. Это всего лишь пятиместный автомобиль, но в этом шесть мест. И шесть ремней безопасности, как я вам скоро покажу. Но я начну тут спереди, с водителя. Водитель, естественно, очень важен. Он должен управлять этой машиной, и ему требуется расположить машину именно там, где нужно для того, что они снимают. Это решающая роль, потому что если вы снимаете какую-то рекламу, где машина едет в управляемом заносе, они должны быть прямо там рядом с ней, чтобы снять именно то, что они хотят. И именно водитель обязан точно расположить машину именно там, где она должна быть. И одна интересная вещь. Ребята из Адвент Филм сказали мне, что очень хорошие гонщики, которые быстро ездят и знают про скорость, все, они не обязательно являются самыми лучшими водителями, потому что в этой машине все дело в точности. Вы должны уметь расположить машину с точностью там, где она должна быть. То же самое с человеком в другой машине. Если вы снимаете автомобильную рекламу, и он едет и уходит в занос, или что там, у вас должна быть идеальная расстановка, как у актеров, стоящих на сцене, но здесь с машинами. И хороший гонщик не всегда является водителем, который может точно занять нужное место. А это интересно. Сидя в этой машине, связь – ключевой момент. Она необходима для всего, потому что здесь шесть человек, и все заняты разными вещами. Вы можете увидеть различные приспособления для связи. Это гарнитура только для связи с командой в машине. То есть вы говорите по ней, и можете общаться с другими людьми, управляющими остальными вещами, чтобы сообщить им об изменениях, или о том, что вы хотите сделать по-другому. Еще здесь есть тангенты, в которые можно говорить, и, как видите, она подключена к этой рации, которая затем усиливается с помощью этой антенны сзади машины. Она для общения с людьми снаружи машины. То есть, допустим, вам нужно поговорить с клиентом, который стоит там, где началась съемка, или вам нужно поговорить с офицером полиции, который задерживает движение и говорит вам, ладно, пора открывать дорогу обратно. Вот для этого она и нужна. И водитель управляется и с тем, и с другим. Не только с гарнитурой, которая есть у всей команды, но вдобавок общается с людьми снаружи. И вот еще средство связи. Зацените, вот эта небольшая коробочка ведет прямую трансляцию на YouTube. То есть вы что-то снимаете, вы можете вести прямую трансляцию того, что снимаете на YouTube. А это важно во времена ковида, потому что раньше клиент мог поехать за компанию в машине и осматривать материал во время съемки. Но теперь клиенты не хотят оказаться в таких тесных ограниченных пространствах вместе с людьми, снимающими видео. Поэтому они могут смотреть из дому на YouTube и затем дать указания оттуда. Эй, тебе нужно взять левее, правее, переснять этот дубль с другим освещением, что угодно. Так что это позволяет вести трансляцию на YouTube, и вам не нужно сидеть непосредственно в этой машине, чтобы посмотреть отснятый материал. Вот это довольно крутая технология. И так вы начинаете понимать, как важна связь внутри этой машины. Но когда все остальное испробовано, можно просто воспользоваться этими машинками. Вот операторский Каен с маленькой стрелой крана сверху, а вот другая машина. Возможно, это машина, которую вы снимаете в рекламе. И вы можете ими воспользоваться для построения кадра. Ребята из AdventFilm сказали мне, что им не так уж часто приходится ими пользоваться, особенно с их собственной съемочной группой, поскольку у них есть общая терминология, которую все понимают. Но для какого-то клиента это может оказаться очень полезным, чтобы объяснить... Ладно, дальше мы будем снимать такой кадр. Вот так мы его будем снимать или что там. И поэтому они правда время от времени используют эти маленькие машинки, потому что они могут быть полезны. Немного старомодный способ общения. Но в любом случае заканчиваем с водительским местом. Далее мы перемещаемся на пассажирскую сторону. И как видите, здесь лежит вот эта гигантская коробка. Это по сути пульт управления краном. Пассажир в операторском каене это крановщик. И именно он направляет кран куда нужно. Нажимаете эту маленькую кнопку в верхнем правом углу. Это типа переключатель, который активирует этот пульт. А затем вы просто двигаете его этими джойстиками. Как видите, с одной стороны находится подъем, а с другой поворот. И, конечно, подъем поднимает и опускает его, а поворот перемещает его из стороны в сторону. И вот так это делается. Вот так вы двигаете кран. Это на самом деле довольно просто. Хоть это и кажется чем-то сложным и очень дорогостоящим, и немного пугающим. В действительности тут просто удобный джойстик, как у радиоуправляемой машинки. И это весьма крутой штрих. Стоит заметить, что у крановщика есть еще и монитор. Вы можете его увидеть с пассажирской стороны торпеда, прямо около подушки безопасности. Этот монитор здесь, чтобы крановщику, конечно, было видно то, что снимает камера. И на самом деле у всех в этой машине есть по монитору. Это важно для всех выполняемых рабочих задач, включая и водителя, у которого есть монитор слева от рулевого колеса, как бы над приборной панелью. Он тоже показывает, что происходит. Монитор крайне важен для работы всех, кто тут находится, даже для водителя, для позиционирования машины. Так что у всех есть по монитору, чтобы видеть, что происходит с камерой. И далее мы переходим к заднему ряду в этом каене. Как видите, очевидно, я сижу за водителем. Это место не для работы. Оно предназначено для клиента. То есть, если, например, Advent Films снимают рекламу какой-то Хонды, то сотрудник рекламного агентства Хонды будет сидеть здесь и смотреть, как идет съемка на этом мониторе. А затем он может оценить работу. Ой, нет, слишком далеко влево, слишком далеко вправо, другое освещение, что-то такое. Так что этот человек буквально сидит внутри машины, пока идет съемка. Таким образом, ему не нужно отсматривать материал потом. Очевидно, во времена ковида, как я и упомянул, так больше не делают, поэтому и ведется прямая трансляция на YouTube. Напрямую из операторской машины, чтобы они могли смотреть откуда-то еще, где-то поблизости, из другого места, неважно. Но до ковида, и, надеюсь, после ковида, вы можете здесь сидеть и следить за ходом съемки. И это облегчает жизнь. Среднее место тут сзади вообще-то предназначено для того же. Так что, на самом деле, сюда можно посадить двоих клиентов, оценивающих работу или обсуждающих между собой, стоит ли нам сделать так, сделать себе так, неважно. И они могут передать свои замечания съемочной команде сразу же, поскольку они внутри этого автомобиля, так становится проще. У человека, сидящего здесь, на другом заднем сидении, за пассажирским сидением, очень важная работа. Он управляет почти всеми функциями камеры с этого заднего места. То есть он занимается панорамированием, наклоном и креном камеры. И да, всем этим можно управлять удаленно. На камере установлены моторы на экране, и, как видите, моторы поворачиваются, выполняя команды тех, кто сидит внутри машины, используя свои пульты дистанционного управления. То есть тот, кто сидит на этом заднем месте, управляет панорамированием и наклоном. И вы видите, как все это происходит. Камера панорамируется, и вы видите, как она наклоняется, и все это делается под руководством того, кто сидит здесь. Это делается этим гигантским пультом-джойстиком. Вот этот выглядит, вероятно, посложнее, чем тот, что для экрана, и у него есть кое-какие интересные функции. Опять же, для многих из них используется данный джойстик, и, например, им можно поворачивать камеру в сторону, влево или вправо, и камера поворачивается влево или вправо. Или этим синим регулятором можно регулировать крен камеры, как видите, крутим его, и тогда камера действительно кренится после того, как вы покрутили этот регулятор. Эти маленькие регуляторы сбоку управляют чувствительностью, то есть, если они выкручены на полную, то легкое касание джойстика будет двигать камеру. Если они выкручены в ноль, то вам придется долго держать джойстик, чтобы повернуть камеру, допустим, для крупных, требующих точности планов, и хороший оператор знает, как всем этим пользоваться. Еще одна вещь на этом пульте, стоящая упоминание. Здесь есть маленькая красная кнопка в верхнем левом углу. Она для зума. То есть толкайте ее вперед, и она приближает план, или тянете ее назад, и она отдаляет план, и она управляет зумом камеры. Так что этот человек управляет здесь почти всеми функциями камеры с заднего ряда. Пока еще кто-то за рулем, а еще кто-то управляет краном. Вы начинаете понимать, почему связь так важна в этой машине, потому что все заняты разными вещами, и всем нужно работать согласованно. И, наконец, мы переходим к багажному отсеку, где находится... ...другое сидение. Как видите, тут сзади еще одно сидение. Я же сказал, что в этой машине шесть мест, и прям шестое тут сзади в багажном отсеке. Чтобы его сюда поставить, пришлось убрать запаску, чтобы сидение было как бы утоплено в нише, и чтобы сидеть было удобно. Это сидение от чего-то вроде сайд-бай-сайд, или какого-то вездехода. И у него даже есть собственный ремень безопасности, чтобы сидящий тут сзади мог пристегнуться для безопасности, пока едет сзади этого Каена. У этого шестого человека тоже очень важная работа. Что неудивительно, этот человек полностью отвечает за фокусировку камеры. И, как видите, когда вы поворачиваете этот желтый регулятор, он изменяет фокус камеры. Чем больше поворачиваете, тем больше он изменяет фокусное расстояние. Это нужно делать практически постоянно, потому что если вы снимаете, например, рекламу машины, а машина движется, она будет постоянно выходить из фокуса. Так что нужно все время следить, чтобы фокус был именно на том, что вы хотите. И этот человек тут сзади сидит и все время регулирует фокус, и следит, чтобы он оставался идеальным. Но, как вы могли заметить, тут сзади есть не только это сидение, еще тут всякие коробки, к которым подключены всякие толстые кабели. Это кабели для видеопотока с камеры, или те, что управляют краном, или что там, и они размещены тут сзади, так что тут довольно хорошая компоновка. Стоит заметить, что для того, чтобы завести сюда эти кабели, где-то снаружи машины должно быть отверстие. И оно будет в этом окне с водительской стороны. Это окно багажного отсека сняли, и на его месте это деталь из оргстекла, идеально подходящее по размеру под место, где было окно, и через это окно внутрь заведены кабели. И вот так они проложены к этим коробкам, куда нужно, в багажном отсеке. И, наконец, последней вещью, которая вызывает вопросы в этом Каене, может оказаться просто то, как его транспортировать. Что именно нужно делать, чтобы перевозить эту штуку, потому что она довольно высокая вместе с краном? Неужели вы просто разъезжаете по Лос-Анджелесу на этой тачке с гигантским краном сверху, торчащим спереди? И ответ, конечно, нет. Для транспортировки сначала снимают камеру, которая является чрезвычайно дорогим, деликатным, хрупким оборудованием. Ее снимают, чтобы случайно не врезаться ей во что-то, пока вы едете. Затем Каен загружают на этот прицеп, который тянет очень тяговитый минивэн-спринтер со сдвоенными задними колесами, чтобы он уж точно мог все это возить. И вот так его перевозят. Он и так довольно высокий, но он еще выше из-за того, что на прицепе. Так что, естественно, нужно быть осторожным. Но это гораздо проще, чем ездить на нем, пытаясь не повредить стрелу, и все время следить, где все находится. Стоит заметить, что на этом прицепе также есть запасное колесо для Каена. И это колесо матового черного цвета, чтобы походить на все остальные колеса этой машины. Так что, если вам случилось пробить колесо во время съемки, ну, вот еще одно, которым вы можете воспользоваться, и вам не нужно прерывать съемочный процесс лишь из-за того, что у машины спустило колесо. У вас должны быть подстраховки практически для всего в мире съемок. Итак, это фишки и особенности операторского Каена. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, веду операторский Каен. Это на удивление страшно, на самом деле, потому что он очень дорогостоящий, и ему очень трудно найти замену. И я езжу на многих дорогих и деликатных машинах, но я очень боюсь за это. Я в маске, потому что со мной пара человек из съемочной группы, следящие, чтобы кран с камерой не повернулся и не повередился обо что-то, пока я тут катаюсь. Первое, что замечаешь, когда сюда садишься, что ты больше, чем обычно, но странным образом, потому что сама машина не такая уж и большая, но спереди торчит кран больше, чем на метр, и просто постоянно об этом думаешь. И у тебя съемочного оборудования, как мне сказали, на 100 тысяч долларов свисает над передком этой машины, так что я только и делаю, что боюсь, по сути. По правде говоря, к этому все же через пару минут привыкаешь, но это все равно страшновато. Тем не менее, успокаивает понимание того, что здесь есть другие люди, следящие за экраном и камерой. И в данный момент, если мы во что-то врежемся, вероятно, это будет на их совести. Поэтому я могу не так сильно об этом беспокоиться, потому что камера там просто торчит сверху. В вождении этого автомобиля интересно то, что нужно быть очень точным там, где ты хочешь этим заниматься, и тот, кто им управляет, должен понимать, ладно, вот такого размера камера, вот такого размера кран, вот где именно мы находимся, вот куда мы едем. И становится понятным, почему связь стала столь важной проблемой в данном автомобиле, потому что один человек управляет краном, а другой управляет камерой, и третий управляет машиной, и тыры-пыры. По сути, они делают все то, что желательно делать одному человеку, но в пятером, в четвером. Так что действительно требуется, чтобы все были на одной волне, и поэтому важны гарнитуры, и поэтому в этой тачке важна связь. Люди из Advent Films, сидящие в этой машине, они в этом профессионалы, естественно, они знают, что делают. Невероятно, как быстро они могут все это перемещать, если бы это делал я, то, наверное, уже задел бы припаркованную машину, но это потрясающе. И еще интересная приходит мысль, ладно, если ты тут сидишь, едешь на этой штуке с камерой, пытаясь снять рекламу или что-то, какой-то фильм, и ты пытаешься проехать по нужным местам, пока происходят все эти вещи, и с тобой говорят, через это это требует невероятной концентрации, и не уверен, что я смог бы это сделать. Я уже чересчур сконцентрирован, пытаясь ни во что не врезаться, потому что вокруг меня все это дорогое оборудование, я думаю, было бы еще безумнее, знаете, когда вы пытаетесь непосредственно что-либо снять, и пытаетесь проехать по конкретной траектории, и еще есть другая машина, которая добавляет еще одну переменную. Интересно, что когда на нем ездят они, вот они на гоночном треке пытаются что-то снять, едут довольно быстро, они топят в пол, а я еле газую, потому что боюсь за все это оборудование. Знаете, за рулем этой тачки мне все еще кажется, что камера может отвалиться, и это будет жутко дорого. Этого, конечно, не произойдет, но это мой страх. Другая интересная вещь, что в зависимости от того, какой кадр вы снимаете, стрела с камерой прямо перед тобой, поэтому нужно брать в расчет, что штука немного блокирует поле зрения. Но такова реальность наличия стрелы и экрана, и тебе просто нужно с этим работать. И я могу себе представить, что это невероятно трудно заставить машину ехать с точностью до дюйма или фута. То есть они мне рассказывали, что клиент говорит, ладно, мы промахнулись на пару дюймов, нужно повторить. Я имею в виду, речь идет о невероятно малюсеньких вещах, и они пытаются это сделать с камерой и стрелой. Просто с ума сойти и с другими людьми в машине, каждый из которых отвечает за свою часть данного процесса. В остальном, помимо этого, это просто обычный Каен. Он едет относительно нормально, как Каен, но здесь просто так много оборудования, и нужно так много думать. То есть вам бы не захотелось ездить на этой тачке по обычному, если только вы с ее помощью не снимаете. Так что тут так много всего, так много дорогостоящего оборудования, честно говоря, это сильно напрягает. Он крупнее, чем обычная машина с этим торчащим краном, и тут просто много всего происходит. Я имею в виду, очевидно, что это невероятно полезный инструмент, если это ваша работа. Он выводит ее на совершенно новый уровень, и вы можете действительно подъехать вплотную, поймать фокус и сопровождать машины. Вот так снимаются рекламы, которые вы смотрите с машинами на гоночном треке, или с машинами на серпантине, или где-то еще. Вот так это делается автомобилем, как этот. Итак, это операторский Каен. Это просто обычный старый Порше Каен с изюминкой. Очень-очень дорогой изюминкой. Он невероятно крутой, и я всегда хотел увидеть одну из таких операторских машин с тех самых пор, как увидел их на фото. Я хотел узнать, что именно они из себя представляют. А теперь, наконец-то, я узнал благодаря Advent Films. Надеюсь, вам понравилось, а теперь пора оценить этот Каен по шкале Дага. Начиная с выходных категорий и стайлинга, Каен – симпатичный, привлекательный кроссовер, но с этой гигантской стрелой на крыше он теряет немного этой привлекательности и получает всего лишь 3 из 10. Ускорение разгоняется с 0 до 100 за 7 с небольшим секунд и получает 1 из 10. Управляемость достаточно острая для такого кроссовера, и он получает 5 из 10. Фактор веселья относительно низкий для Порше. В основном потому, что он совмещен с чистым ужасом управления автомобилем с такими ценностями, установленными на крыше. Он получает 4 из 10. Фактор крутости, тем не менее, огромный Advent Films. Сказали мне, что он безумно привлекает взгляды и про него спрашивают, его фотографируют, куда бы они ни приехали. Он получает 8 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 21 из 50. Далее повседневные категории функции. Он вполне хорошо оснащен как машина, но на нем еще куча оборудования, как на операторской машине. Хотя это оборудование крайне специализированное, конечно, может оно вам и не нужно, поэтому он получает 7 из 10. Комфорт немного ниже нормы для такой машины, здесь может быть немного тесновато, особенно если вы тот, кто очутился в богатом отсеке, он получает 6 из 10. Качество высокое, как у самой машины, так и у всего оснащения, он чрезвычайно хорошо исполнен, он получает 7 из 10. Практичность низкая, так как на нем до ужаса страшно ездить с этим дорогим съемочным оборудованием, и знаете, у него нет фара, и он очень высокий, он получает 2 из 10. Однако оценка за стоимость высокая. Построить такое невероятно дорого, но он дает огромное преимущество кинематографистам, так что он того стоит и получает 7 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 29 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 50 из 100, что ставит его сюда в сравнении, ну, с другими странными машинами, что я обозревал. Я понятия не имею с чем сравнивать оценку операторского Гаяна, но он занимает достойное место в истории моих обзоров странных машин, хотя больше, чем что-либо меня радует то, что мне выпал шанс увидеть такой необычный автомобиль. Криоты, озвучка от студии Экзосфера.